В Енисейске продолжается восстановление памятников архитектуры. Всего в реставрационном списке 22 объекта, один из них за моей спиной. Это городской культурный центр. Работа здесь кипятый в 30-ти градусный мороз, правда, не снаружи, а внутри здания. Если бы енисейцам разрешили зайти сюда посмотреть, они вряд ли бы узнали место, где обычно проходят главные культурные события. Но рабочие даже раскопали фундамент, его нужно усилить. Этот дом был построен в конце 19-го века. Купец первой гильдии Александр Баландин открыл здесь народную читальню, то есть бесплатную библиотеку. Реставраторы хозяйничают здесь четвертый месяц. Завершить работу они должны к концу этого года. Сантехники обещают недели через две сделать полностью отопление, и мы уже входим на штукатурную работу. Потом, когда будут уже весовые температуры, перейдем на внешнюю часть здания. Реставрируется не только так называемая гражданская архитектура, но и храмы, в том числе и мусульманская мечеть. Она уже готова. Восстановлен минорет и старинное ограждение. Заменены все перекрытия. Сделано отопление, канализация, современная электропроводка. Даже шторы уже висят. Сейчас идет бумажная работа по вводу объекта в эксплуатацию. Открытие намечено на весну. Почти завершены еще два памятника архитектуры. Это купеческие особняки. Дом Дементьевых и усадьба Евсеева. Их будут вводить в эксплуатацию вслед за мечетью. На конец прошлого года в работе было 16 объектов. Из них мы в настоящий момент по трем объектам завершаем, которые уже сказали. И в настоящий момент работа идет по 13 объектам. Еще планируется в этом году отторговать и приступить к реставрации еще по одному объекту. По плану к концу 2016 года должна быть завершена реставрация 9 особняков. Как показывает практика, восстановительные бригады часто отстают от графика. Причины разные. Например, возникает необходимость проводить дополнительные работы, изначально не предусмотренные проектом. Бывает, меняется проектное решение в связи с тем, что это здание старое. И при ремонте, при демонтаже открываются какие-то новые проблемы. До 400-летия Енисейска остается три года. Сейчас в руках реставраторов уже три четверти объектов, которые планируется восстановить. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости.